Вторая часть! Поехали! Это она устраивает в городском парке благотворительные чайные бега в поддержку тяжелобольных детей. Наматывает по утрам ножками десятки километров. Вместе с активистами движения «Беги с нами! Не будь как Гриша». Вот и новую спортивную дисциплину на остров внедрила. Кенгу Джампс. Подопечные Ульяны от этого вида спорта в восторге. На самом деле кажется, что это неустойчивый вид фитнеса, но я вас уверяю, те, кто первый раз их обоит, уже с них не слезет. Настолько это комфортно, настолько чувство эйфории возникает, когда ты занимаешься этими тренировками. Энергичные движения соединяются в танцевальные связки. Простые и понятные каждому, независимо от уровня подготовки. Впрочем, девушки в пружинистых ботинках очень старательны, ведь они являются прекрасным украшением на открытии любых сахалинских соревнований. Если дэнс, там более какие-то танцевальные движения, да, больше направленные, и еще по музыке идет другой, то есть пауэр больше, силовая такая нагрузка идет, то есть, ну, и не каждый может выдержать этот. Ну, здесь каждый выбирает для себя, да, что ему проще. Основатель нового фитнес-направления на Сахалине Ульяна Добровольская старается не замыкаться внутри области. Выходит и на международный уровень. Три года назад вместе с напарницами по сборной России выиграла бронзу чемпионата мира в Испании. Тогда конкуренцию россиянкам составили порядка 40 сильнейших команд. Мы взяли судей своей хореографии и своей необычностью подачи номера. То есть, мы были в выигрыше, начиная от костюмов, у нас был такой скандинавский стиль, у нас был змей, то есть мы сшили специальную игрушку, ростовую куклу в виде змея, и, конечно же, нас называли Crazy Russia. Пока же в студию Fit and Fly приглашаются все желающие. Спец с ботинками обеспечит. Занятия проходят трижды в неделю. Игорь Антипов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok